Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, и благодарен Господу за еще одну возможность изучать Священное Писание. Приглашаю вас открыть Библии, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. В Нагорной проповеди Иисус Христос произносит следующие слова. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Иисус Христос буквально перед этой фразой сказал следующие слова. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». То, что Иисус Христос говорит о людях кротких, и только потом Он говорит о людях, жаждущих и алчущих познания правды, говорит нам о том, что только кроткий человек может иметь способность постигнуть правду Божию. Человек, который во всем уверен, он знает то, что он все уже знает, и ему все известно, он вряд ли сможет дальше постигать правду Божию. Только человек, признающий то, что он еще не все знает, он желает учиться у ног Христа, у которого есть желание, у него будет способность постигать правду Божию. Только кроткий человек способен чему-то научиться, другими словами. Однажды я слышал такую пословицу. «Тот, кто задает вопросы, остается глупым только пять минут, потому что через пять минут он что-то узнает». Человек, который не задает вопросы, он остается глупым на всю оставшуюся жизнь, потому что никогда так ничего и не узнает. Таким образом, единственный путь к познанию истины – задавать вопросы, искать, учиться. И Христос говорит «блаженны, алчущие и жаждущие правды», потому что они насытятся. Только такой человек способен чему-то научиться. Очень интересно заметить, дорогие друзья, что Иисус Христос называет своих последователей учениками. Он не назвал их профессорами, директорами, президентами, начальниками, докторами наук. Он назвал их учениками. Интересно, почему Иисус Христос называет своих последователей учениками? Не потому ли, что они всегда готовы учиться? Они всегда готовы учиться у ног великого Учителя Иисуса Христа. Ученик – это тот, который еще сохранил способность и желание учиться. Итак, давайте обратим внимание на ключевые слова этого стиха. Христос говорит «блаженны алчущие и жаждущие». Эти два слова указывают на голод физический. Слово «алкать» – это одно из слов русского языка, которое сегодня уже вышло из употребления, но оно означает иметь голод. Слово «жаждать» сегодня продолжает употребляться в русском языке, и оно означает «жажду». Итак, эти слова указывают на основные потребности в еде и в воде. Сегодня среди нас мало тех, кто, наверное, испытывает очень сильную жажду в физическом удовлетворении голода или жажды. Но людям Палестины эти чувства были очень хорошо известны, потому что случаи, когда женщина с ребенком оставалась в пустыне без еды и без воды, как это произошло в случае с Агарию и Измаилом. Такие случаи в Палестине были вовсе не одиноки. Поэтому люди, к которым Христос обращается с Нагорной проповедью, им очень хорошо было знакомо физический голод и жажда. И Христос говорит здесь о другой жажде. Он говорит «блаженны алчущие и жаждущие правды». Что же это за слово «правда», которое употребляется здесь? И каково его значение? В греческом оригинале здесь употребляется слово «дикаясюне». Переводится как «правда» или «истина». И сегодня мы обратим внимание на три аспекта или на три главных применения этого слова. Основное значение этого слова – истина или то, что соответствует действительности. Иисус Христос говорит «блаженные люди, которые ищут реального, чего-то настоящего, неподдельного, того, что соответствует принципам Царствия Божия». Быть истинным или правильным в разные времена означало разные. Если бы вы, например, жили во время греческой культуры, то человек правильный, которого все считали правильным в обществе, это был человек, который был верным греческим традициям, который знал свою греческую мифологию и следовал традициям своего народа. Среди иудеев правильным считали человека, который сохранял верность иудейским преданиям и традициям. В России, например, сегодня правильным считали человека, который идет в ногу с модой и веянием времени. Мы посмотрим сегодня, какое это слово имеет значение в Библии. Кто же праведный в Священном Писании? Что же это за праведность, которая дает человеку удовлетворение и жизнь? Что это за праведность, которую нужно искать и желать, как хлеба и воды? Во-первых, нужно сказать, что здесь Иисус Христос имеет в виду не просто физические голод или жажду. Он говорит о духовной, о духовных потребностях человека. Поскольку каждый человек, каждый из нас, человек – это существо духовное, каждый из нас имеет духовную нужду. Может быть, даже мы этого не осознаем и не понимаем, того факта, что мы имеем духовную нужду, но все же она присутствует в нашей жизни. Человек пытается заполнить этот духовный вакуум, духовную пустоту своей души разными вещами, чем только угодно под солнцем. Кто-то ищет возможность материально обогатиться, чтобы почувствовать себя лучше. Кто-то ищет возможность приобрести красивые вещи, чтобы почувствовать себя лучше, потому что внутри человек чувствует себя ущербным. В каждого из нас существует духовный вакуум, духовная пустота. Кто-то, например, на склоне своих лет думает, что вот молодая женщина сможет его удовлетворить и наполнить жажду его души. Молодые люди часто отдают свою жизнь, предаваясь похотям, наркотикам. Или вот молодой человек, который сидит за компьютером и щелкает сайт за сайтом, пытаясь заполнить какую-то внутреннюю пустоту этими картинками, которые он смотрит и не может жить без них. Порнография — это проклятие 21 века. Чего бы ты ни искал, дорогой друг, это говорит о внутренней пустоте, которую ты желаешь заполнить тем или другим. Но истина одна. Эту духовную пустоту может заполнить только Бог. Потому что мы были созданы для Бога, и ничто другое в этом мире не сможет заполнить эту духовную пустоту, кроме Бога. Карл Юнг сказал очень интересные слова. Он говорит, что у каждого из нас внутри находится вакуум, который в форме Бога. И только Бог может заполнить этот вакуум. Ничто другое не сможет заполнить вакуум твоей и моей души. Где же можно найти удовлетворение этого духовного поиска? Давайте обратим внимание на три главных употребления слова «дикая сюна». Что это за праведность, о которой говорит Иисус Христос? Во-первых, это слово имеет значение «истина». Итак, праведность, во-первых, это истина. Христос говорит «блаженные, жаждущие и алчущие истины». Люди, которые ищут истины, они найдут ее, и они насытятся. Что же такое истина? Это достоверные факты. В противовес лжи и заблуждению. Библия говорит о человеке, который был колдуном на сегодняшнем языке. Его звали Елима. И он пытался действовать против апостолов Христовых. В книге «Деяния апостолов» мы читаем. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «Ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола и враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Итак, существует прямой путь Господень, который называется путем правды, путем истины. И существует много других путей, которыми враг желает совратить человека с истинного пути. Поэтому первое значение слова «праведность» — это истина. Это путь истины. Апостол Павел в послании к евреям говорит так. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Здесь мы видим интересное словосочетание. Кроме слова «правда» или «истина» употребляется слово «слово правды». Это словосочетание слова «правды» показывает, что Библия является словом истины, является источником истины, источником, где мы можем обрести познание о реальной действительности, о прямом пути Божием. И Христос, говоря об алчущих и жаждущих людях, Он говорит, что те люди, которые поставили цель в своей жизни, среди многих путей найти истину, они насытятся. Те люди, которые поставили поиск истины важнее, чем положение, чем работа, чем отношения с родными, они найдут истину. Потому что они ищут, они желают познать истину. Таковым Иисус говорит, они найдут ее. Если у тебя, дорогой друг, желание найти истину, познать ее, купить эту истину, как говорит Библия, и твердо держаться именно Божьего пути. Я помню, когда в моей жизни ко мне пришло осознание. Я понял, что есть, если есть столько разных путей, должен быть один путь, который является путем истины. И если такой путь есть, я должен приложить все усилия для того, чтобы найти этот путь истины. Говоря об истине, Христос говорит, Слово Твое есть истина. Освяти их истинною Твоею, Слово Твое есть истина. Но вы скажете, все люди читают Библию. Почему же все тогда верят по-разному? Почему существует столько разных путей, если Библия одна? Дорогой друг, ответ очень прост. Истина только одна. Она открыта в Библии. Но не каждый имеет способность познать эту истину. Есть один секрет, одно правило, одно условие, на котором ты и я сможешь познать эту истину. Ты желаешь знать этот секрет? Иисус Христос Сам открывает этот секрет в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Он говорит, Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Кто узнает учение Слова Божия? Кто узнает истину? Только тот, кто согласен творить волю Божию. Только тот человек, который сказал, Я готов изменить в своей жизни всё, что Господь потребует от меня. Только такой человек, который готов отказаться от своих предубеждений, отложить свои взгляды, быть готовым учиться и быть готовым изменить свою жизнь, только такой человек сможет познать Слово Божие. Если же, напротив, человек говорит, Я уже уверен в своём понимании, Я ничего в своей жизни не буду менять. Христос говорит, В таком случае навряд ли, что может такой человек узнать. Итак, первое значение слова «праведность» — это истина. Это истина, которую ты и я можешь узнать только на одном условии. Готов ли ты изменить что-то в своей жизни, быть открытым для Слова Божия, быть открытым для Господа, чтобы Он открыл тебе и мне Своё Слово. Слово Божие и сегодня является истиной. Несмотря на то, что многие христиане сегодня отложили Библии, сегодня самый большой грех христианства заключается в том, что люди перестали читать Библию. Мы смотрим телепередачи, мы читаем журналы, книги и газеты, слушаем проповедников, но мы перестали изучать и читать Слово Божие. Кто-то подметил, что если бы из всех Библии, которые лежат в христианских домах, одновременно сдунуть пыль, то получится самая большая пылевая буря в истории человечества. По одним данным статистики, только 10% христиан ежедневно читают Слово Божие. Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Второе значение слова «праведность». Слово «праведность», во-вторых, означает «оправдание». Кто из вас, если был осужден неправильно или был оклеветан кем-то, кто из вас не желал бы получить оправдание, чтобы ваше имя было оправдано перед всеми? Священное Писание говорит так в послании апостола Павла к римлянам, 3 глава, с 24 стиха по 26. Библия говорит, «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Библия говорит, что Господь поставил своей целью оправдать каждого верующего в Него. Это благая весть, это добрая весть, которая мне и тебе, дорогой друг, приносит большую радость. Однажды я прочитал историю о двух соседях. В одной деревне жил богатый сосед, богатый человек, и рядом с ним жил бедняк, у которого ничего не было. Богач, он жил в своих хоромах, у него было много скота, много наемников, а у бедного человека было только две овцы. И однажды этот богатый человек не мог спать на своей кровати. Он думал, как бы отнять эти две овцы у этого бедняка. Он завидовал даже тому, что у бедняка есть две овцы. И поэтому он придумал оклеветать этого человека, что он украл у него эти две овцы, и он нанял уже свидетелей. Они оклеветали его публично на городской площади. У бедного бедняка он отнял все, что у него было. И когда он опозорил и унизил этого бедняка, он еще плюнул ему прямо в лицо. Убитый горем бедняк пошел домой. Он не знал, как прокормить свою семью, своих детей. Его унижению не было предела. Но вот однажды этим селом проезжал царь, который был царем в этой стране. И когда он ехал на своем большом, на своей карете, этот бедняк встал при дороге. Он пригласил царя, чтобы тот остановился. И когда царь остановился, бедняк рассказал ему о том унижении и оскорблении, которое он пережил. О том, что у него было всего две овцы. И этот богатый человек отнял у него эти две овцы. Тогда царь выслушал бедняка, достал небольшой мешочек с золотом, с деньгами. Он передал этому бедняку, говорит, вот, я возмещаю тебе то, что у тебя незаконно отняли. Бедняк поблагодарил этого царя, но он еще продолжал смотреть ему в глаза и говорит, «Он еще плюнул мне в лицо». И тогда этот царь, он сошел с своей кареты, он наклонился над бедняком и поцеловал его в щеку. Он говорит, «Я поцелуем, снимаю твой позор. Ты больше не будешь постыжен в этой деревне, дорогой друг». Враг человечества, он пришел, чтобы отнять, убить и погубить все хорошее, что Бог дал человеку. Более того, он унизил человека, он толкнул его в грязь, он унизил его, насколько ему это было возможным. Вот царь вселенной, Иисус Христос оставил небо, он оставил свой престол, он сошел в этот мир, он не только желает вернуть тебе то, что ты потерял, он на Голгофском кресте, он умер, чтобы вернуть тебе и мне достоинство, чтобы оправдать тебя и меня перед лицом всей вселенной. Поцелуем своей любви. Господь желает сказать тебе и мне, дорогой друг, я люблю тебя. На каком же основании сегодня мы получаем оправдание? Есть только одно основание, это любовь Божия и его безмерная благодать по отношению к тебе и мне. Ничего мы не можем сделать, чтобы заслужить Божьего оправдания. Он оправдывает нас по своей великой любви к нам. И поэтому Господь говорит, блаженны, алчащие и жаждущие оправдания, обращающиеся к Иисусу Христу, они насытятся, они получат оправдание от Господа. И третье значение слова «праведность». Мы обратили внимание на первое его значение, это истина, это путь Божий, это принципы неба, которые открыты в Слове Божием. Второе значение этого слова, это оправдание перед Богом, прощение, которое Господь дарует тебе и мне. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И третье значение слова «праведность» это практическая, христианская, благочестивая жизнь. Блаженны люди, которые стремятся к благочестивой и праведной жизни, жизни по воле Божией. Говоря о праведности в жизни, Иисус Христос обратил внимание на фарисеев, которые в свое время тоже стремились к праведности. Когда я слушаю эти слова Иисуса Христа, у меня возникает вопрос, что он имеет в виду. Давайте послушаем. Что Христос говорит о праведности, сравнивая ее с праведностью фарисеев? Матфея 5 глава и 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это очень страшное заявление на первый взгляд. Ведь книжники и фарисеи, они настолько пытались быть праведными, дотошными во всем. Они исполняли все в мелочах. Господь говорит, если ваша праведность не превзойдет их праведности, но если уже они не могли достичь спасения, то что уже нам тогда делать? Давайте мы посмотрим, в чем была проблема праведности книжников и фарисеев. В чем был недостаток их пути? Почему Христос так сильно любил грешников? Он так их приглашал к себе, Он их прощал, Он давал им благодать, но Он так часто порицал фарисеев. В чем была их проблема? Фарисеи на самом деле соблюдали больше правил, чем от них ожидалось. В чем же был их недостаток? Проблема была в том, что они исполняли заповеди Божии, они исполняли повеления, которые им по традиции были переданы от отцов, они исполняли их только формально. Они только внешне старались быть похожими, и поэтому Христос неоднократно называет их лицемерами, потому что они только внешне стараются быть людьми праведными на показ. Бога невозможно обмануть. Поэтому Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет, их праведность была только наружной, Христос говорит, ваша праведность должна быть праведностью сердца, и тогда она проявится и в практической жизни. Христос говорит о внутренней чистоте, которая проявится в жизни послушания. Христос говорит о праведности, которая находится в первую очередь внутри человека и потом проявится в его жизни. Христос говорит об истинных отношениях с Господом. Книга Откровения о спасенных говорит так, «И да она была ей», то есть церкви, невесте Божией, «облечься в весон чистый и светлый, в весон же есть праведность святых». Здесь употребляется то же слово, слово Дикая Сюна, говоря о праведности практической жизни христиан. Как же достичь сегодня этой праведности? Я верю, что многие христиане сегодня ищут праведности, они желают ее обрести. Многие христиане сегодня стремятся к благочестивой жизни. Библия говорит нам, как достигается праведность. Она не достигается только внешними обрядами. Она не достигается внешней формой, то ли одежды, то ли определенных ограничений. Истинная праведность исходит из сердца. Принципы и устремления, приоритеты сердца должны измениться. И поэтому Господь говорит, что заповеди Божии, которые были даны от начала, если они только формально исполняются, эта праведность ничего не даст человеку. Но апостол Павел, говоря о праведности духовной, в послании к римлянам, 8 глава, 4 стих, говорит так, «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Библия говорит, что Дух Божий, который будет жить в сердце, Он сделает так, что мы будем жить и поступать по воле Божией. Итак, кто такой праведный человек? Это тот, который живет в согласии с принципами неба. Он живет в праведных отношениях с Господом. Не потому, что Ему так говорят, Его пугают, Его заставляют, а потому, что это правильно. Это прямой путь. Библия говорит, «Вели к миру любящих закон Твой, и нет им преткновения». Итак, человек, который желает знать истину, человек, который желает поступать по истине, человек, который желает быть праведным, Господь говорит, они насытятся. Но если ты, дорогой друг, имеешь жажду, жажду познать и исполнять волю Божию, Господь говорит, ты насытишься, ты сможешь ее обрести, и она тебя удовлетворит. Больше ничего в этом мире не принесет удовлетворение. Пустоту сердца не заполнить ничем, кроме праведности и истины Божией. Поэтому Господь говорит, через Соломона, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Пусть, дорогой друг, у тебя и у меня сохранится это острое желание стремиться к познанию Божьей правды, стремиться к тому, чтобы быть оправданным Господом благодаря жертве Иисуса Христа и стремиться к тому, чтобы праведность Божия проявилась в нашей жизни, чтобы она отразилась в нашей жизни благодаря тому, что заповеди Божии, принципы неба станут принципами и руководящими правилами Твоей и моей жизни. Пусть Бог благословит тебя и поможет тебе найти удовлетворение и радость в исполнении воли Божьей. Аминь. Дорогие друзья, вы смотрели христианскую программу «Открытая книга». Программу, которая подготовлена Центром Духовного Просвещения города Спокен. Смотрите нашу следующую передачу ровно через неделю в это же время на этом же канале. Приглашаем вас посетить наши встречи, которые проходят в пятницу в 19 часов и в субботу в 14 часов. Наш адрес 828 West Spafford Avenue город Спокен, Вашингтон 99205 Звоните нам по телефону 509-344-1358 и не забудьте посетить нашу страничку в интернете по адресу openbookcenter.com Поскольку наш центр призван служить иммигрантам всех динаминаций и культур, мы будем рады общению и знакомству с вами. Господь дохранит каждого из вас.